Депутаты провели заседание Городской Думы, на котором было рассмотрено 10 вопросов. Большинство из них народные избранники проработали еще на думских комиссиях. Утвердить и внести изменения, таков был вердикт депутатов по предложенным пунктам повестки дня. Объект незавершенного строительства по улице Школьной депутаты включили в план приватизации имущества, а вот городский контейнер для сбора мусора нет. Вопрос о судьбе этого муниципального имущества поднимался еще на заседании комиссии. Сегодня контейнерами безвозмездно пользуются управляющие компании. Как будет дальше, этот вопрос депутаты отправили на доработку. Проручить постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и строительству, связи предстоятельных приемков провести рабочее заседание с привлечением должностных лиц администрации города, управления имущественных и земельных отношений, руководителей управляющих компаний для изучения мнений, правовых оснований, подготовки единого решения, о включении в прогнозный план приватизации на 2015 год оборудования, контейнеры для сбора твердых бытовых отходов в количестве 741 штука. В Лабутнангах скоро появится общественная палата муниципального образования. Положение о ней депутаты утвердили единогласно. Кроме этого, народные избранники решили на ближайшем заседании внести изменения в решение городской думы от 17 апреля 2013 года, в котором указан перечень торговых объектов, запрещенных для посещения детьми. Сегодня этот список из 24 магазинов необходимо пересмотреть и дополнить. Предлагаю поручить постоянной комиссии по социальной политике в сроке 27 апреля 1. Провести совместно с отделом по делам несовершеннолетних в защите их прав администрации города Лабутнанги обследование объектов, перечных мест, в которых запрещается нахождение детей на территории муниципального образования города Лабутнанга. 2. Обследовать на территории города места, которые могли бы быть включены в перечень и подготовить по ним документы для рассмотрения экспертной комиссии муниципального образования города Лабутнанга. По оценке предложений, по определению мест, в которых запрещается нахождение детей. А аппарат городской думы в срок до 5 мая на основании поступивших предложений комиссии по социальной политике подготовит решение к очередному заседанию думы. В завершении исполняющий обязанности главы администрации города Равиль Касимов, который принял участие в заседании, поблагодарил депутатов за работу и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Хочу поблагодарить уважаемых депутатов за работу, которые за совместную, можно сказать, работу представительного данного власти. Помимо, мы находим понимание, где-то не находим понимание, но пытаемся решить вопросы, как показала практика прошедшей комиссии. Обид никаких не может даже быть, не может даже и речь быть об этом. Это наша совместная работа. Редактор субтитров А.Семкин